Еще же такая водка, а сейчас же как таково водки хорошей нету. Сейчас вот этот суррогат, неизвестно с чего он делается и все остальное. Суррогат или эрзац. Это неполноценный продукт, чего бы то ни было. Понятие эрзац стало широко применяться в Германии во время Первой мировой войны, когда недостаток продуктов заставил заменять сливочное масло маргарином, кофе цикорием, а сахар сахарином. Эрзацы всегда менее дефицитны и более дешевы в изготовлении, либо сделаны из материалов, которые более доступны. Как пример можно привести искусственный каучук. А что же относится к суррогатам алкоголя? Но тем не менее используются взамен алкогольных напитков. В том числе из-за большей доступности и меньшей цены. Но нужно отметить, что употребление суррогата в алкоголе типично для поздних стадий алкогольной зависимости. К малоопасным суррогатам алкоголя относятся одеколоны, лосьоны, непищевой этиловый спирт. К среднеопасным можно отнести технические жидкости на основе этилового спирта. И очень опасные для человека это метиловый спирт, этиленгликон, дихлорэтан, бензин, дихлофос и содержащие их жидкости. Для производства фальсифицированного алкоголя чаще всего используют технические спирты или смесь их с метиловым спиртом. Эти жидкости очень опасны для здоровья человека. И люди, употребляющие такие напитки, часто становятся клиентами реанимационных, токсикологических отделений, но зачастую это приводит и к смерти. Предлагаю вам посмотреть беседу с нашим пациентом и наш фильм «Метиловый спирт». Ссылка ниже. А много ваших одноклассников уже... Как таково у нас осталось с моего класса. У нас было 11 парней в классе, у нас осталось с троллей. А те злоупотребляли алкоголь? Те алкоголь, наркотики. Нормальные парни были, все алкоголь. Владимир, я знаю, что вы ценитель какого-то здорового, трезвого образа жизни. Я вот кодировался на 5 лет, но в 19-й год я не пью. Сколько знакомых, сколько друзей, даже моложе меня, которые были парни. И за алкоголя все ушли на тот свет. Многих парней, именно хороших парней, которых я знал, все поудило. Еще какая водка. Сейчас же как таково водки хорошей нет. Сейчас вот этот суррогат, неизвестно, с чего оно делается. У меня вчера был пациент, который говорит, он покупает 100 грамм водки за 5 гривен. Это не водка. Ну вот, это продают так, за 5 гривен. Вот он за 5 гривен, и он выпил эти 100 грамм. Вот это отказывают ноги, отказывают, теряется зрение. Это на прошлой неделе покоронили парню. 37 лет парню, тоже умер от всего, от вот этого суррогата. Пил суррогат, там подработался, там налили, там налили, там что-то украл, продал. Обухал, все, отказали ноги. И все равно он еле ходил, все равно продолжал пить, и добился, что уже все, парня нет. 37 лет парню. Субтитры сделал DimaTorzok